Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. К сожалению, я отошел на несколько недель от ведения своего канала. У меня расстроены чувства. У меня просто умер очень близкий друг в Москве от рака, поэтому пока собираюсь с мыслями. Тем не менее, хочу снять специальный сюжет, потому что как накипело. Буквально сел разбирать свою почту пару дней назад и натолкнулся на письмо одного моего зрителя. Уникальнейший человек. Начал писать с третьего лица, но сразу стало понятно, что человек повествует о себе. Прозвучал вопрос, что делать в том случае, если человек выиграл грин карту, не поехал, а потом на следующий год опять решил играть и не выиграл. Что ему в этом случае делать? Откажут ему или не откажут? Я ему очень подробно написал, правда, правду матку стал резать. Пришло второе письмо от него, но уже без эфемизмов. А чего я поехал бы? Ну и что? Я не знаю, чем я буду заниматься. Сидеть на минимальной зарплате неинтересно, а в России у меня огород. Так вот, господа хорошие, я хочу обратиться ко всем, кто увидит это видео с одной огромной просьбой. Ребята, если у вас в России есть огород, если вы себя не любите утруждать работой, если вы ничего не хотите добиться, если вы не хотите учить язык и что-то в этой жизни достичь, пожалуйста, не играйте в грин карту, в эту лотерею, не отнимайте шанс у тех людей, которые реально хотят поменять свою жизнь. Потому что в противном случае вы выиграете эту грин карту, не поедете, а человек, который играет и реально хочет уехать и что-то достичь, он этот шанс не получит, потому что вот вы его шанс украли и вытянули. Не играйте! Не уверены сидите дома и сажайте картошку, морковку и лучок. Вот. А для людей, которые хотят играть, но сомневаются. Сомневаются по ряду причин. Во-первых, вроде бы и денег не так много на переезд. Вроде бы и язык как бы и даже и не знают. И вроде бы профессии какой-то не владеют пробивной и есть сомнения. Вот я выигрываю, соответственно, а что дальше? Для них я могу сказать следующее. Для того, чтобы приехать в США по грин карте, нужна сумма гораздо меньше, гораздо меньше, чем для тех людей, тех семей, которые приезжают по другим путям легализации в США. Потому что если у вас есть выигранная грин карта, вам всего лишь нужно иметь запас денег буквально на пару месяцев на оплату апартаментов, купить какую-то плюс-минус машину, которая ездит и, соответственно, иметь небольшой запас денег на текущие расходы какие-то. Все. Как только вы получаете номер социального страхования, дожидаясь уже получения вашей официальной карточки, вы можете уже найти работу и уже включиться в эту работу. Что касается работы, я могу сказать ситуацию по нашему штату. Работы здесь сейчас навалом. Более того, сейчас парадоксальная ситуация, когда есть рабочие места, не хватает работников. И если есть разрешение на работу, такой работа навалом. То есть можно открыть интернет, можно пойти на ярмарку вакансии, можно поехать по городу и увидеть кучу объявлений с надписью хайринг, то есть идет наем сотрудников. Более того, сейчас многие компании заманивают калачом людей, я не знаю, кейсис, например, предприятия быстрого питания, еще какие-то. Предлагают не только зарплату, но и социальный пакет в виде хороших условий страхования жизни. То есть фирма за вас берет медицинскую страховку и все прочее. То есть огромное количество. И если вы приезжаете в США, вы по-любому можете устроиться на работу на старте на 10-11 долларов на старте. А потом уже неспешно искать применение для себя, знакомиться с другими русскими, знакомиться с людьми, которые здесь давно живут, уже узнавать, что можно делать, куда можно пойти. Но не сидеть на попе ровно, вы можете пойти учиться. Вот я буквально вчера встретился в супермаркете, мы с женой пошли. В Мегамолл. Встретились с ребятами, которые приехали достаточно давно. Это, по-моему, в 2014 году в конце они приехали. Ребята молодцы. Муж и жена. Оба ходят в колледж. Жена уже работает в банке. Муж постигает инженерную науку. Еще им два года ходить в колледж. Соответственно, они делают инвестиции. Им приходится платить за обучение в семестр порядка 2,5-3 тысяч долларов. Но это инвестиции в свою собственную жизнь. То есть, если люди оканчивают обучение в колледже, соответственно, у них зарплата уже будет не 10-15 долларов. У них зарплата будет уже приблизительно 35-45 долларов в час. Посчитайте эту сумму. Возьмите с собой рабочий день. Посчитайте эти деньги и вы сами поймете, что овчинка стоит выделить. И люди язык учат и так далее. Но это зависит от вас. Если вы ленивые, сидите и занимайтесь дауншифтом. Если вы активны и хотите что-то добиться, хотите, чтобы у вас был хороший дом, чтобы у вас дети ходили в хорошую школу. Если вы планируете свое собственное будущее, это зависит только от вас. И в Америке вам никто палки в колеса вставлять не будет. Я постараюсь себя пересилить и сниму, наверное, специальное видео. Может быть, даже сегодня, может быть, завтра. Еще раз говорю, что у меня сейчас такое разобранное состояние из этой ситуации с моим другом. Я просто сражен на повал, как будто мне пошли кувалды далее. Потому что это был очень близкий человек, и для меня эта новость меня просто из колеи выбила. Это очень тяжело. Тем не менее, я, может быть, заставлю себя, пересилию себя и сделаю видео по раскладке расходов для людей, которые планируют приехать в США. Подробно вам распишу, на какие деньги вам нужно рассчитывать здесь по расходам США на первое время, чтобы протянуть до того момента, пока вы встанете на ноги. Я постараюсь такое видео снять достаточно подробно со всей калькуляции. И это будет пищей для вашего размышления. Вот, собственно говоря, с чем я хотел обратиться к своей аудитории. Ну и у меня еще одна новость. Я снял дебютное видео для телеканала «Дождь». Видео сейчас идет в обработке моего видео, материалы я ему уже отправил. И надеюсь, что в скором времени я от них получу линк на ту передачу, которая выйдет в эфир. И думаю, сделаю репост на своем канале, потому что, ну, интересно. Вполне вероятно, что у меня и дальше будет такое сотрудничество. Хороших всем выходных, удачи и, ребят, не болейте. Самое главное, вы живы. И это офигенная новость. Вы живы, вы здоровы. Это самая лучшая новость дня, которая у вас есть. Все остальное – это полная фигня. Субтитры сделал DimaTorzok